Глава тридцать шестая Второй книги Парлипоменон И взял народ земли Иоахаза, сына Иосина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. Двадцати трех лет был Иоахаз, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени сто талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудею и Иерусалимом, или Акима, брата его, и переменил имя его на Иоакима, а Иоахаза, брата его, взял Нехава и отвел его в Иерусалим. Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтоб отвезти его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, и три месяца и десять дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня. И воцарил над Иудею и Иерусалимом Сидекию, брата его. Двадцати одного года был Сидекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремию, пророком, прочествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога. И сделал упругою шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который Он осветил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцовых, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. И Он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Сидовласова. Все придал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей Его, все принес Он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги Его сожгли огнем, и все драгоценности Его истребили. И переселил Он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами Его и сыновей Его до воцарения царя Персидского. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и Он велел объявить по всему царству Своему словесно и письменно, и сказать. «Так, — говорит Кир, царь Персидский, — все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Господь Бог Его с ним, и пусть Он туда идет». Субтитры создавал DimaTorzok